Грамматика В простом настоящем времени Потому что если вы не освоите Простое настоящее время Этих двух глаголов То дальше в общем-то Вам делать в английском языке нечего Это очень важный момент В английском языке Глагол быть имеет Больше всего форм Ни у одного другого глагола Нет такого количества форм Как у глагола быть Что интересно Многие издания, учебники Предлагают формы глагола быть В виде строчек Я предпочитаю Изображать эти формы В виде таблицы Потому что когда в школе Мы изучаем родной язык Обычно Спряжение глаголов Удобно располагать Именно в таком виде Почему бы нам Известное и близкое Не применить К иностранному языку Это очень здорово И показательно Ну например Если мы начнем Глагол быть Изменять В простом настоящем времени То здесь будет видна Очень показательная картина Выделяется Позиция я Потому что я Это главное слово Для каждого из нас И выделяется Позиция Третьего лица Единственного числа He, she, it Он, она, оно Я называю иногда Эту позицию Бермудский треугольник Потому что В простом настоящем времени Именно здесь Все время В отличие от остальной таблицы Будут происходить Какие-то Неодинаковые С остальными формами Вещи Поэтому He, she, it Мы выделяем В такой особый момент В простом настоящем времени Что же происходит дальше? Дальше формы В общем-то Изменяются Для множественного числа Таким образом Почему Сочетание You, are В моей таблице Появляется дважды Дело в том Что в английском языке Не существует Слова Ты Неважно Кому вы обращаетесь Вы все равно Будете всегда Предельно вежливы И в английском языке Вы всегда будете Говорить You, are То же самое Будет действовать В любом глаголе В этой позиции Я дублирую это дважды Для того, чтобы люди Русскоговорящие Понимали Что в этой позиции Происходит то же самое Что и здесь Как сказал какой-то Мудрый человек Информация Еще не есть Знание И уж тем более Не навык Изучение Иностранного языка Это Приобретение Навыков Это такой же Навык Как вождение Автомобиля Это такой же Навык Как умение Спускаться под воду С аквалангом Поэтому Если вам Известно Эта информация Вы можете Порадоваться За себя Но После всего этого Наступает Так называемая Отработка По-английски Такие вещи Называются Дриллинг Дриллинг Это дрель Которая Делает Например В стене Отверстие И в результате Проделанного Отверстия Можно воспользоваться Этим местом На стене И повесить Какую-то Замечательную Картину Вот когда вы Приходите В картинную Галерею Вы не видите Тех самых Отверстий Которые Повсюду Наделаны В стенах Вы только Видите Прекрасные Картины Полотна Которыми Вы можете Восхищаться Вот Дриллинг Это такая Внутренняя Самостоятельная Работа Которую Не увидит Никто Вы Будете Представлять Уже потом Финальный Вариант Свою Шикарную Английскую Речь Но За этой Шикарной Английской Речью Есть Некая Черновая Работа Опять же Никакая Не сложная Это просто Вопрос Времени It's The matter Of time Если Вы На Группе Упражнений Потренируете Вот Эти Знания То Скорее Всего Они Превратятся В Навык